здравствуйте ребятушки и девчатушки с вами ученик 77 ng дядя саша представляю канал жук муравейники ну вы наверно знаете но если не знаете то я еще раз представлю канал жук муравейники продолжаем играть в симулятор выживания the long dark как мы видим прожито 352 дня 23 часа 7 минут нахожусь я на железнодорожной ветке водопады черного ворона поехали напоминаю всем я конечно вас уже заколебал но все равно я вам напоминаю что 27 джуле анваря стрим на нашем телеканале жук муравейники приходите предположить начнется в 17.00 хотя возможно внесение корректива в так а чем это я так пахну ах я дой ах яда моя яда ах яда ах яда моя скажи почему так ну чё спальник у меня спальник мы можем оставить нет ладно не будем оставлять такая чё березы сух до сухнут сухнут березы а березы же наши за сухнут пусть сухнут текс что тут у нас интересненького дровышки откуда дровишки из лесу вестима отец лишь и жрубит а я отволакиваю в стороночку так чё тут у нас олежка александр полет положить на александр давай возьмем не топором не надо давай возьму ручками 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 о погода наладилась да какая же прелесть ну давай еще кишки заберем так ручками час ножичком 30 минут а ручками час да давай ручками ой замерзай этот день замерзли ладно ары пошли все значит по резкому по резкому положим чтоб сохло ну мало ли что тяжелая неказиста жизнь значит канадского постапокалипсиста может все пригодится да усы может так просушенные серые бросить бросить тоже сырые бросим милости бросим милости бросим господа пожалуйста так а чё там у меня сколько с собой ткани ты чё и волоку а у меня всего 4 всего 4 ткани так ладно мясо да с собой пока возьмем а давай воды вопьемся давай обопьемся водой так обопьёмся и давай мясом обожрёмся мы сейчас по канадцу полезем надо это как я вот там вы уже все форме значит надо быть и мне как говорится сейчас шампанского оформим с вами будем наравне да нет имею ввиду надо немножко скушать потому что сейчас пол ползем пока альпинистическому трасса трассо образу будем тратить свою бедную энергию энергию так спокойно дать саш держите в руках молодой человек держите в руках как говорится напейся напился веди себя прилично ну я конечно не напился но все равно вести прилично не помешает сейчас мы пойдем вниз и найдем там ракетницу и сигнальные ракеты чтобы ими убивать лосей и медведей так туда я пойду потом сейчас пока здесь обследую точнее просто вниз тупо в не спущусь там есть пещера в ней есть кроватка бесплатная поэтому спальник мы оставим на поверхности тут с собой мы его не потащим да в принципе топор можно с собой оставить не тащить его тоже что этом рубить что собрался до особо не собрался сейчас вот веток наберу вместо этого за вместо этого наберу хворосточку вот за вместо этого вот хворосточек еще один хворосточек еще один хворосточек еще один хворосточек и еще один хворосточков. Так, бегом-бегом. По выжженной земле. Бегом-бегом-бегом. Нет, по плачущей земле. Так, спускаемся. Сейчас тросик привяжем. Ты там шибко не мерзни, мадемуазель. Мы сейчас тросик привяжем. Все будет путем. Все будет путем, не переживай. Оформим усы в лучшем виде. Гражданин начальник. Так, мы, наверное, сейчас себе костер разведем, потому что у нас есть ясное солнце. над головой. Тогда, значит, воду можно все тоже тут на поверхности оставить. Чтобы, когда полез я вверх, я мог воду с собой не брать, не надрываться ею. Верно, верно. Значит, поступаем так. Бросаем воду. Бросить усы. Так, теперь спальную мешковину бросаем. И топоризму сбросаем. Так. Снарядить. Зарисовать, что ли, от нечего делать. Ну, давай замулюем. Ой, сейчас пока буду привязывать этот. А, подъем. И все. И трупешник, и полный мрак. Нормально. Нормально. Ой, замерзаю. А замерзаю я. Так, трос. Что там, перевес есть? Нет. О, высвободились как лихо. Прекрасно. Прекрасно. Ну, полези тогда вниз. Там вон вороны. Думы мои. Вороны. Что-то там летают. Над кем вы там летаете? А я знаю над кем. Вы летаете над бедным несчастным. Вон тем трубцом. Трубцом бедным несчастным. Чтобы так долго сюда спускаться. Гля, улезу, лезу, лезу, лезу. Лезу, лезу. Никак не долезу, а. Кокоршмар. Как же я туда подниматься-то буду, а? Братцы мои. Ребятушки, девчатушки. Молодцы мои. Как я туда подниматься буду? Ну, как и не поднимешься. Как спускался. Примерно тем же макаром. По тросику. Так, нашли. Значит, новое место расположения. Ушелье. Просто ущелье. Дядя Труб. Есть в тебе что-нибудь? Хоть что-нибудь человеческое. Ничего в нем человеческого, кроме внешнего вида. Так, здесь можно заняться охотой на кролов. Тут их много. Есть камни. Шипомничек есть. Он нам пригодится, когда нас лось истопчет. А у нас еще не раз истопчет. И не два. И не три. А то он на стриме аж пять раз на мне чечоточку сплясал. Так, вот дрезиночка. Дрезиночка. Открываем дверь. Чик. И бегом-бегом к пистолетику. Ракетница. Так. Сигнальный пистоль. Сто процентный. Так. Один ракет. Два ракет. 53 процента. Три ракет. И четыре ракета. Всего четыре ракеты. Ракенты. Не густо, конечно. Книга. По оружиям. Да? Так. М.А. Ридлер. Ну, в принципе, Ридлер-то сделал этот русификатор текстур. Принадлежит Илюшкиной руке. Илюшка Зе Ридлер, который. Ссылка на него есть в этом видео. В подсказка. Так что подписывайтесь на парня. Он делает прекрасные моды. Русифицирует часть из них. Часть делает сам. Так что... Крайне рекомендую. Подпишитесь. Не пожалеете. Так. Закрываем дверь. Хлобысь. А зачем я ее закрыл? А я не знаю. А я не знаю, как мне быть. Но я закрыл ее. Так. Давай бегом. Слышь ты, певец земли русской. Пока солнце не зашло. Сейчас до пещеры добегем. Костер разведешь. А потом уже делай, что хочешь. И делай с ним, что хочешь. Шворост. Так. Трутный. Трутный гриб. Гриб-трутовик. Трутовик. Трутовик. Ты меня научи. Так. Бегом-бегом-бегом. Тут у нас что? Тут опять трупешник будет какой-нибудь. Так. О. Опять Алендур валяется. Ну ладно. С Алендуром мы потом разберемся. Нам пока надо костерчик. Нам пока надо костерчик. И Тимофеевку мы все соберем. Точнее. Рогоз. Так. Рогоз. Так. А вот это мне нечем рубить. Потому что я что? Правильно. Топорик. Разломать это просто руками не получится. И вот еще была бы возможность. Так. А здесь у нас солнце светит? Всем одинаково. Светит. А если поглубже зайти? Ну просто так ради эксперимента. А солнце светит всем одинаково. О. Можно. Погоди. Ну а тут если тоже будет светить? Да ну. Не должно такого быть. Это же все-таки пещера. Угу. Здесь уже не достает солнечный свет. Понятно. А вот здесь еще достает, да? Хлобысь? Не. Здесь не достает. Или солнце зашло, пока я тут тупил? Ну магия вот как то, так и другое. Пока вы тупили, зашло солнце. Дорогой товарищ Александр. С чем мы вас, собственно говоря, и поздравляем. Сердечно. Не? Да нет. Солнце есть. Странно. Странно. А что, вы здесь уже? Вы здесь уже все? А, можно. Сто процентов. Ну давай, разжигай быстрее. Быстрее разжигай пока сто процентов. Быстрее. Что ты там делишься? Разжигай немедленно. Мясо будем жарить. Морды будем после бить. Я вина хочу. Как говорил Владимир Семенович. У него на этой неделе юбилей. 80 лет со дня рождения. Ребятушки, девчатушки. Так, хворост. Так, ну и значит, для начала готовим заплесневелую оленинину. Оленинина заплесневелая. Так, приготовили заплесневелую оленинину. И еще раз готовим заплесневелую оленинину. Оленинина. Оленинина. Две заплесневелых оленинины. Ну, можно ее где-нибудь здесь покидать. Покидать, покидать. Так, а то у меня как-то едьбы, едьбы много при себе. Ой, ой, погоди. Есть зачем? Я хотел бросить. Я же хотел бросить, 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 бросить. Бросить, бросить. Так. А что у меня есть? У меня есть еще один оленчик. Не, я пока к нему не пойду. Мне надо водички приготовить. А то у меня сейчас все как погаснет. И что я потом делать буду? Горючими слезами буду плакать. Так вот. Нельзя допустить, чтобы он погаснул. Ни в коем разе. А чтобы он не погаснул. Во-первых, в него надо подкинуть. У меня, по-моему, есть немного хворостовского. Надо его подкинуть. Есть же хворост. Шесть штек. Что ты там говоришь? Устала, что ли? Да, что ты говоришь? Ой, надо воды попить. Ой, надо воды попить. Ой, сейчас попьем. Какие, собственно говоря, проблемы? Пей сколько влезя. И ешь сколько влезя. Так, ну давай мы ее стопим. Ну я здесь, конечно, 10 литров воды вряд ли выпью. Ну, пусть останется. Может еще сюда когда-нибудь я нелегкой занесет. Не знаю, правда зачем. Ну, зачем занесет, допустим. Так, а теперь давай попробуем. Попробуем сделать вот. Грибов перетереть. Угу. Еще давай перетрем. И шиповника, да? Шиповник, наверное, только один получится. Ну, сколько получится, столько и возьмем. Угу. Так, тогда приготовим все это дело. Приготовим, я сказал. Вот. Приготовили. И шиповник давай приготовим. И трутовик приготовим. А потом еще можно воды зафигашить. Литров хотя бы три. Так, а что у меня плоды шиповника еще при себе были? Я же только раз перетер. Да, у меня, похоже, были в заначке плоды шиповника. Ха-ха-ха. Ну, и прекрасно. Так, ну, давай еще гриб-трутовик. Я не возражаю. Ох, грибов-то сколько с собой. Это они мне сейчас лишний вес дадут. Наверное, стоит остановиться. Все, хоре. Хоре-хоре. Я, конечно, усе понимаю. Но не надо мне стокма. Как-нибудь обойдусь. Так, надо идти спать. Так, короче, а сколько мне здесь можно максимум девять часов спать? Это же у нас уже никакой там не сталкер. Это же незваный гость. По-моему, можно спать девять часиков. А то будет немножко... Немножко будет... Ай-ай-ай. Так, вот, короче, мы здесь можем дрыхнуть. Вот у нас есть шконочка такая. Кроваточка называется. Она дает нам плюс два эффект. Эффект подогрева плюс два. Воды взял очень много. Сейчас немного выкинем. Так, бросить. Ну, допустим, выбросим мы литров... Ну, хотя бы девять. Так, вот наша шконочка. Тут у нас плюс шестнадцать. Так, ну, девять часиков. Нет, здесь нельзя спать. Надеюсь, я не сдохну за ночь. Не сильно холодно станет. Ну, вообще, с виду так эта пещера тут закрыта. В таком укрытии находится. Ну, это с виду только. Так, вот мы имеем жажду. Жажда, это, конечно, хорошо. Но мы сейчас пойдем возьмем мяска, съедим немножко. Так, где наше мясо? Мясо. Так, лосятина. Оленина. Пойду книжку читать. Пока погода плохая. На улице соваться не будем. Прочитаем книжку. Которую написал какой-то однофамилец Илюхи. Тоже какой-то Зе Ридлер написал. Даже удивительно, что у Илюхи есть такой интересный однофамилец. Так, сможем мы это семь часов читать? Короче, мы тут будем сидеть, пока эту книжку мы прочитаем. Хлобысь, мы не можем сфакутироваться. Сфакутироваться, потому что пить хочется. Да не вопрос вообще. Как говорится, фигня вопрос. Вот вам, пожалуйста, фокусируйтесь, сколько влезет. И воды еще себе. Вот я сейчас всю воду полакаю. Так, и говорит, типа, надо что-нибудь закусить немножечко, да? Ну, закуси. Я не возражаю. Закусите у дела. Закусить вам надо. Так, изучение. Ну, давай еще семь часиков. Фу, как вода уходит при изучении, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Хлобысь. Слишком темно для чтения. Да нам все равно. Мы дочитаем на утро. Нам лишь бы чем заняться было. Двадцать пять часов. Это, конечно, самое в пещере читать, чтобы нигде никакими клаустрофомиями не заболеть. Так, девять часов у нас не хватит. Еды на девять часов придется нам что-то откуснуть. Вот так. Так, вот. Теперь хватит. Спать. Так, а мы, наверное, не проспим девять часов, да? Наверное, не проспим. Ибо там слишком... Не, проспали. Так, какой-то отцвет есть. Я, конечно, сомневаюсь, что я смогу читать. Но попробую, попробую. Скорее всего, фигушки. Скорее всего, гофигушки. Так, сколько я там еще не дочитал Илюхиного однофамильца? Не, можем. У нас уже утро. Мы вполне можем читать. Так, опять пить. Какая жажда стремительная. Причтение возникает у человеческого организма. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что такая будет стремительная жажда? Погода опять хорошая. А, мы будем дальше читать свою книжку. Или пойти погулять. Ну, пошли погуляем. Кстати, ну сейчас узнаем, сколько книжку осталось читать. Так, изучить. Ммм, восемь часов еще читать. Много. Ну, давай сейчас почитаем. Вы сейчас скажут, вы не можете читать, потому что жрать хотите. Сфокусироваться не можете. Да, вы сфокус... Батенька, да вы вообще сфокусироваться не можете. Кто вас вообще учил так жить? Вы вообще сфокусироваться, батенька, не можете. Ладно. Чего вы сразу наезжаете? Пошли идти искать. Чего-нибудь интересненькое. Ну, а чего интересненького? Костер можно развести, потому что есть солнце. Слося забрать. Кроликов. На кроликов поохотиться можно, например, вот на этих бедных несчастных. Которые ко мне зачем-то бегут. Кролик, ты сам бежишь, я тебя не звал. Вот ты сейчас сам получишь камнем в тыку. Ну, возможно, если, конечно, попаду. Продолжает все бежать ко мне. Молодец. Так, лук. Не, давай камень. Так. Ой, у меня же еще и ракетница есть. Офигеть, набрал ты тут барахла, дядь Саш. Попали. С первого раза. Даже в зеркале разби там. Вновь увидишь ты меня. Извини, кролик, пожалуйста. Жизнь такая. Сложная. Какая-то сложная здесь у нас жизнь, кролик, в этом зелонгдарге. Шею почему-то надо сворачивать кому-то. Не понимаю, почему и зачем. Ну, ты прости меня. А ты меня прости. Так, вот еще и шиповничек. Хворосточек. Шиповничек. Ну, в общем, тут поднемножко подвтаримся. Так. Ну, давай, что, рогоз. Рогоз пошел. Рогоз пошел. Работаем. Так, а лосяку я, наверное, не буду трогать. Пусть он тут лежит. То есть не лосяка это, естественно, а оленяка. В нем мясо целое, пока его не тронешь. Пусть лежит. Может, когда-нибудь пригодится. Пожрать будет нечего. И сюда вдруг мне принесет нелегкое. Я вот тогда и залутаю. Хотя, конечно, можно сырым мясо бросить. Чтобы оно разрушилось. А если залутаю шкуры его, она высохнет. Потом, когда я сюда к примеру приду, зачем-нибудь, правда, не знаю, зачем. Так, а кроликов тут больше не ходит. Один какой-то одинокий ходил и все. Зато камней 500 кроликов убить можно. Ладно. Нет так нет. На нет и сюда нет. Нет, они, по-моему, тому вагону этого перевернутого, прокинутого на бикрине стоящего еще тусуются несколько кроликов. По-моему, я видел их там радостные лица. Когда я мимо прошел, они стал за ними охотиться. Они такие сказали. Фу! Утерли пот меховой лапой со лба. Сказали. Погонесло. Он мимо. А тут я возвращаюсь с карманом, полным камней. Представляю, какой у них будет ужас. на лицах да ну чё пойдем сходим навестим кроликов пойдем сходим навестим крольчишек там ни одного мало мне еще надо так врагоз давай вот здесь положим пока он хоть и не такой безумно тяжелый так значит лук не нужен ракетница не нужна нужны камешки 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 он еще рогоз не собранный прогул что-то такой не собранный ну-ка соберись соберись трепку так где мои кролики любимые кролики это не только ценный мех но еще и кишки для лука и для удочки ой и много для чего еще и для капкана или нет их тут боли а нафига тогда 500 тысяч камней если их тут боли нету чё один кролик что ли ходит о брат да тут нет никаких кроликов вот рада это жулики что там один кролик гонзает у тебя вместо этого тут вот олени валяются на каждом шагу да кролик один гонзает и что тут такого что тут имеет полный право гонзать один кролик туда я возвращаюсь айл бебек в таком случае айл бебекаюсь я если кролик одинок своей кролище и одинокой жизни ворон что ли камнями покидать эксперимент кидаем ворон камнями да вряд ли попаду нет такого достижения сбейте ворону камнем ну пролетел в районе ворон прям так таки но сбить естественно не смог блин ухты высоко от как кидает а нифига си какой силища он скатился назад вернулся ухты камень привет ты откуда кролики есть еще нет кроликов и сюда вы через завал не пройти я пробовал тут не пролезть никак он так чуть-чуть поднимается а дальше хренушки все соскальзывает не хочет идти дальше не хочет идти дальше все вот не идет идет дальше буксует понятно и здесь не пробраться короче какие-то совалы сплошные так ну чё тогда замороженные туши оленя забираем с тебя все что есть в тебе хорошего руками мерзнем при этом да не так уж чтоб прям и мерзнем ну да видал я мерзнем и посерьезнее ловите ребята ловите еще раз угля два камня в воздухе один упал слушайся как они подгадать чтобы на морду мне ну смысле на лицо упал давай попробуем кинуть камни так и встать под них чтобы они на физиономе брякнулись могут они дать по лицу да мысли у тебя конечно дядь саш дурацкий ну чё поделаешь какие есть какие-то 30 есть так от меня не надо не вот это подавайте так кидаем вертикальный вверх один другой третий ну вот как будто на меня падали но что-то ничего не почувствовал а да вот они все упали рядом как так что вертикально кидать ну по идее вот я сейчас вертикальный кинул нужно меня возвращаться жонглирование это жонглирование камнями пытаемся их ты далеко зато глякок ровно падают все в одну точку ну-ка еще разочек а еще разочек а еще разочек они чуть вперед падают насколько я понял и в бок их уносит ветром что ли сдувает а да вот они падают ну вот я сейчас стал он как будто по мне попал короче нет она не скажет и когда по ней ударит камень а я хотел бы чтобы сказала и когда пани камень ударил и камень и камень так вот у нас костерчик вот у нас увеличительное стекло вот мы разжигаем обысь нормально сейчас мясо дожарим можно еще воды натопить ой да ладно прям кемон фаер все все хорошо бы все ровно сейчас будет книжку сейчас нашу досчитаем получим навык стрельбы повышенный правда непонятно на кой получим так а у меня еще здесь кролик валяется а погоди у меня же ленина во мне она же во мне тогда надо выкинуть на просушку шкуру я забыл про школу бросить кишки бросить вот так и уголек еще один есть два угля всего да нормально нам хватит так давай готовим будем оленину попахивающую сырую там еще кролика порвать в клочья надо брось тоже сушится сейчас бросим сейчас уголек подкинем и тогда мы бросим мы да и пожарим он сразу так уголек пожалуйста добавить до так сколько у нас тут оленины ты x кусок маленький ладно один бросим остальное ставим с кролика тут особо ничего не на топишь он же микроскопический парнишка в нем 900 грамм всего и всего и всего мясо 900 грамм по жажду моих жажду голод у нас однако окей так на просушку вот сюда ты это у нас на просушку идет шкуру кишки пожалуйста сохните так а мы мясо жарим чё там развивалась мать хары зевать так ну что я вам скажу давайте мы съедим это подъем ну и отсидим чё-нибудь походе вот оба можно куска вообще съесть не смотреть на них сожрать их оба да и все и хай с ними так теперь давай воды пять литров еще фиганем ну и пойдем баиньки книжку можем перед сном почитать пока костер горит я надеюсь нам там в районе нашей кровати будет типа видно типа вот цвет от костра будет ну не знаю не знаю сейчас вот подойдешь сюда и узнаешь вообще как такового цвета конечно нет никакого чего уж там скрывать ха 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 но мы попробуем так где книжка так изучение ну давай пять часов до пять часов изучить ну сейчас станет слишком темно не не стало для а чё там сияние да нет фиг поймешь эти блин закидоны рандомные когда можно читать когда нельзя ничего не понятно так обголодаем куски наши совершенным образом добавим себе 20 калорий тогда мне там хватит скорее всего поспать хватит на 9 часов спать так поспали проснулись а погода опять ясно ты смотри как она так ясно ясно надо зарисовать так то пока погода ясно и надо зарисовать бегом тогда а надо поесть а поесть у нас не тут поесть у нас вон там бегом тогда за этими за углями взять древесный уголь так взяли рисуй моцарт зарисовали так говорит жрать надо подавай есть подавай есть горит так четко к лосяйтин не очень вошла не прибавила нам ума так пожалуй отсюда надо будет линять на следующий день да а то есть то нечего кролики то кончились а че он не исчез я не понял я в нем что то оставил нет просто просто не исчез это его личное дело конечно что он просто не исчез зарисовать местность слушай а почему все такое темное я не пойму че за фигня почему темное то почему мир то темный так одинокое топе загадочное озеро разбитые железные дороги где я сейчас вообще есть я иду в прибрежное шоссе я вот здесь сейчас да фигня какая почему такое все черное то бак что ли какой то опять поймался какое то все черное давай еще зарисуем ну-ка ну-ка или потому что я внизу в ущелье ничего не понимаю ничего не понимаю почему ущелье так ущелье такое мрачное ущелье ты почему такое мрачное а вот так к мосту если подойти я мост это увижу ой не то давай глядя на мост рисуй а еле еле душа в теле я понял ущелье во мраке ущелье у нас погрызает во мраке так вы здесь я что-нибудь увижу ой все замерз да нифига короче я не увижу вечный мрак так риск перехлаждения тем временем у нас тогда пошли книжку дочитаем там чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось недочитанного текс водички попьем книжечку возьмем так книжу . изучить два часика осталось прекрасно ну конечно толку нам это особо не дало так заходим в крафт давай наделаем повязок пока нам делать нечего так еще наделаем перетрем грибы книжку теперь можно сжечь надо еще было грибы перетереть там еще остались так погода хорошая приближается ночь так чем бы мне позаниматься то 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 о стрельба из ружья 3 умелый нормально что-то она как-то с задержкой как там с задержкой так мясо у нас один кусок два куска вот и все наше мясо понятненько так что у нас в инвентаре ну это конечно офига это надо будет выкинуть еда инструменты лук ракетница снарядить заряди ее то мало ли что угу четыре ракеты всего это конечно немного это конечно так по медикаментам нахапали короче так одежда девяносто процентов восемьдесят пять восемьдесят девять девяносто семь так лосины пока стопроцентная угу короче есть такой прикол ее можно разобрать и мы получим высушенную лосиную шкуру стопроцентную и с нее заново потом можно будет сделать плащ время правда много потратится больше чем на ремонт но из-за того что лосиную шкуру добыть трудно можно таким образом поступать плащ износили там до пяти процентов разобрали его потом кишки немного ресурсы инструменты и сделали заново плащ стопроцентный причем что характерно ну может пофиксят конечно в будущем этот божок небольшой но пока им можно пользоваться так что эти лети что ребятушки девчатки пользуйтесь так кровать скоротать времечко фиг ли нам еще делать скоротали так водички попить попили ну теперь давай поспим часиков девять но мы столько наверное не проспим ну сколько проспим шкурки конечно подождать пока досохнут но это долго шкурки можно вытащить наверх ага куда собрался собрался ранехонько братец куда-либо ранехонько еще давай поедим шкурки мы с собой заберем но это надо опять в пещеру в ту переть ой не хочу их таскать пусть здесь валяются пусть пропадают не хочу туда сюда ходить надоело так что там у нас мы можем поспать да пять конечно часов то мы не проспим но сколько мы не проспим все проснулись так постель нам для брать не надо постель не наша так мы сейчас весим 28 кг да а мы с 35 можем лазить то есть свободно мы туда залезем без вопросов так шкуру 52 процента 33 это 33 33 все 33 так ладно тогда пошли отсюда надо забрать весь рогоз надо забрать весь рогоз рогоз надо забрать так погоди в пещеру мне все равно переть потому что у меня там лежат ветки сохнут а я их с собой заберу тогда и шкуру туда тащу тогда и шкуру туда тащу какой вес 29 туда воды давай возьмем 31 ладно пошли хватит пока хватит на сегодня воды нам таскать что так медленно идем вот всегда как мне уходить всегда погода бы какая так как камня выбросил а ну да ты же их вверх подбрасывал ты же из них салют сделал забыл что ли забыл забыл как мне уходить куда-нибудь всегда хреновая погода что за закономерность какая-то незакономерная закономерность точнее сказать закономерность нормальная но хотелось бы другой и короче просидел в одной пещере пошел в другую называется ну да были шприц первой помощи и ракетницу с четырьмя патронами ну нормальная добыча вот мне интересно знать когда факельные ракеты они же ракет патроны для сигнального пистолета разрушатся у меня вот сейчас пятьдесят три у них ими можно было бы стрелять ну потому что вот это не биотичь можно просроченные то есть разрушенные принимать может и ракетами просроченные можно стрелять я конечно сомневаюсь ну а вдруг ну если разрушится узнаешь проверишь на личном опыте можно ли ими стрелять или нет с легкостью проверим так на уступе придется отдохнуть есть такое подозрение что туда фиг долезу без отдыха да да не долезу без отдыха потому что дальше мы будем уставать стремительнее тут на уступе надо отдыхать хочешь не хочешь да надо отдыхать риск переохлаждения нормально что такое холодин офигенный такая офигенная холодина а кстати сколько а кстати сколько минус двадцать да минус двадцать это конечно холодина у нас бонус к теплу плюс двадцать пять бонус от ветра плюс десять уг и так че там у нас отдохнули на сколько могли полежали дальше Полезли Пойдем опять в пещерку Еще раз там отдохнем Потом уже почешем дальше Так, ну трос мы, естественно, вставляем навсегда Forever Трос forever Так, у меня тут топор, его надо забрать Вода Ну, воду придется назад все-таки перелять Саша, зря ты сюда притащил Зря притащил Не знаю, бывают ли здесь волки Возьмем на всякий случай лук То могут и бывать А нам как-то не очень улыбается Тут с волчишками повстречаться С глаза на глаз пообщаться Вообще как-то неинтересно Так, ну что Я, наверное, на этом закончу серию Не буду делать сегодня длинную серию Сделали небольшой экскурс В ущелье Так и назовем серию Экскурсия в ущелье Экскурсия в ущелье Так, прихватим палочек себе Точнее, хворостиночек по дороге Мало ли что Пусть будут Тут олежки могут пастись, да? Ну как-то я их тут стрелял Пастись Как-то я тут жил Когда-то давным Давно Волчак тут не видать Пока что Пока что не видать Так, немного мы перевесились Ну, я так понимаю Водой Воды я набрал до фига Не, ну я с собой Столк не понесу Конечно Я с собой понесу так Чтобы не было никаких перевесов Так, а что-то мои березы Наверное, еще не досохли, да? А мы сейчас это узнаем Досохли они или нет Это мы сейчас узнаем Так, первым делом Шкурени сюда кидаем Так, шкурени Сырая, сырая Сырая, сырая Сырые Сырые, сырые Угу Это мы все сюда определили Определили Тихо, не взял Клади Так, лук убирай Так, эти еще не высохли Хворост Хворост, как ни странно, сухой Так, девяносто девять Да, сохнет сейчас Прекрасно Хворост бросить Все Угу Так, ну идти нам В принципе, можно Ну сейчас мы туда Немножко подрыхнем Скажем, три часа А то уж как-то мы активно устали Как-то активно устали Какой там у нас вес Перевесик есть Есть небольшой Но это потому что воды у меня аж целых Вон сколько Бросить Бросаем Три литра Так, воду ставим сюда Высохло, да? Угу Высохло Так, кишкам сохнуть долго Кроличьей шкуре Тоже еще долго Так, ладно, ребятушки-невчаточки На этом я с вами прощаюсь Кто еще не в группе ВКонтакте В нашей Заходите Принимать участие в розыгрыше Firewatch 27го Января на стриме Мы его разыграем Три штуки Firewatch Все, спасибо, что меня смотрели Кто еще до сих пор Такой вот прекрасный человек Так любит меня смотреть И не подписался Но вы уже подпишитесь На конец то Все Удачи вам в игре До скорых встреч